В пятницу вечером в социальных сетях от имени Евгения Пригожина стала активно распространяться информация о том, что вооруженные силы России якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Кроме того, прозвучали призывы разобраться с руководством Министерства обороны. Следом появилось видео, якобы последствия этого удара. Министерства обороны. Министерства обороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь, не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиду России, по ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провокация Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки воспользовался киевский режим. На Бахмутовском тактическом направлении для наступательных действий сосредотачиваются подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Яхта, ребята, это пи***а. Это пи***а. Как будто в ты мой яхт. Вот там красные, это Минобороны, белые вот это Вагнера. И вот Вагнера себя курят. Президент Владимир Путин в курсе ситуации, которая разворачивается вокруг основателя группы Вагнер, Евгения Пригожина. Предпринимаются все необходимые меры. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь, главы государства Дмитрий Песков. По нам стрелять, а мы их сбивать. Сбили? Сбили. Третьего. Собьем все, если вы будете их посылать. Ну кто вы такой, чтобы со мной нахрюждавали? Ну кто, ну кто. А? Ну кто, ты не разговаривал. Я говорю, не надо, а то в чем? Ну что, если вы самым простым... Да, я на выговорю, да, оставь. То есть, не, не, не. Если вы же здесь не пи***а, там, люди, не, не. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника бенштаба решение. Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву. Как объяснили в Федеральной службе безопасности, уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России. Заявления и действия Евгения Пригожина отметили в ФСБ фактически являются призывами к гражданскому конфликту на территории страны. Это удар в спину нашим военным, воюющим с профашистскими украинскими силами. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военной объекта Ростова, в том числе аэродром. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Редактор субтитров А.Семкин